Каждое утро, перед тем, как начать развозить горожан по маршруту, Фидель Глаказов надевает перчатки и отправляется протирать салон своего автобуса специальным дезинфицирующим средством. Обработки подлежат все места, с которыми наиболее часто соприкасаются пассажиры – поручни, пластмассовые части спинок сидений и так далее. Протираю ручки, поручни все, за которые можно браться руками берутся. Дальше жду, пока вот это все выветрится, чтобы запаха не было постороннего в салоне и выезжаю на работу, на линию. А раз в день обрабатываете? Нет, желательно три раза в день. И я стараюсь проводить вот эту обработку. Раствор для дезинфекции готовят тут же на автотранспортном предприятии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Это 70% медицинский спирт и перекись водорода. После обработки необходимо выждать минимум полчаса. Затем автобус может выезжать на маршрут. За чистотой салонов теперь следят особенно тщательно. На протяжении дня их проветривают в перерывах между поездками или же вечером проводят влажную уборку. Моют как внутри, так и снаружи. Значит, у нас вот там мойка находится. Автобус вечером заезжает туда. Полностью автобус, наши моющие есть, два человека, они моют автобус. Потом внутрь салона промывается. Потом у нас есть раствор, который специально приготовлен нашими медиками. И это в инструкции есть. Они у нас в четырех местах расположены. Там моешься, промывая все это, поручни, сиденья, все. И после этого все автобус должен находиться 30 минут. Но он у нас не 30 минут стоит, а на ночь все это оставляется. А утром они все выезжают на линии. Правда, сейчас вот с этим погодным условием грязь наносится. Но пускай пассажиры нас извинят за это. Мне вчера, кстати, эти вопросы обращались. А так именно по работе с этим болезнью у нас проводится. Это с понедельника. Перед тем, как отправиться развозить пассажиров, водители проходят обязательный медицинский осмотр. Впрочем, это делалось и ранее. Просто теперь медик проверяет их еще и на наличие первых признаков острых респираторных вирусных инфекций. Маршрутчиков с симптомами болезни на работу не выпустят. Профилактика включает и меры личной гигиены. Каждого водителя обеспечивают масками, дезинфицирующими салфетками и антисептиками для обработки рук. Проверяем артериальное давление, натрезвость алкотестов. Также выдаем маски, раствор, чтобы они обрабатывали поверхность в автобусе твердую. В принципе, меряем температуру также. При температуре водителя отпускаем домой. Пока таких случаев нет, все идет нормально. Специалисты отмечают, коронавирус очень чувствителен к дезинфекционным средствам, поэтому обработка ими общественного транспорта весьма эффективна. Тем не менее, пассажиров ни в коем случае не стоит пренебрегать мерами личной безопасности. Нельзя прикасаться немытыми руками к глазам, к рту или носу, ведь это входные ворота для инфекции. Оплачивать проезд лучше банковскими картами. Это минимизирует контакт с денежными купюрами, которые могут быть каналом передачи коронавируса, как пассажиров, так и кондукторов и водителей. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.